Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. Позавчера, то есть понедельник, прошла встреча руководства компании EAConomy с группой лидеров на английском языке. И, поскольку информация, озвученная на этой встрече, была достаточно полезной, я решил сделать для вас короткую выжимку и перевод на русский язык. Итак, прозвучала такая мысль, что на рынке сетевого маркетинга, как вы знаете, очень много компаний, которые предлагают продукты для здоровья, бады, косметику и так далее. Это действительно большие, многомиллиардные индустрии. Но, как озвучил директор Сал Лето, у нас есть возможность работать в самой большой финансовой индустрии. 5,3 триллиона долларов в день. То есть это объем рынка Форекс. Даже не в год, а в день. 5,3 триллиона долларов. То есть это действительно гигантская индустрия. На протяжении лет многие компании появлялись и исчезали. Мы, в отличие от многих, строим мощный фундамент. Мы планируем работу на много лет вперед. Наш юрист сказал, что для стабильной работы необходимо заложить хороший фундамент. Если вы хотите построить небоскреб, вы делаете очень мощные основания. Многие компании торопятся стартовать и говорят, мы сделаем то или это позднее, а потом в итоге закрываются. В нашей индустрии, в MLM, часто решения принимаются на эмоциях. А эмоции чаще всего вредны, когда мы имеем дело с деньгами. Финансовые решения нужно принимать на основе трезвого расчета и анализа, с холодной головой. У многих срабатывает жадность, стремление быстро срубить бабла. Компании приходят и уходят практически каждый день. Я сам в MLM 16 лет, это говорит саллета. И когда я общаюсь с людьми, работавшими в MLM 20-30 лет назад, они говорят, что тогда было больше стабильности. Тогда не было интернета. Ну, не в том смысле, что его вообще не было, а в том смысле, что в сетевом маркетинге он так активно не использовался. Сейчас, благодаря возможностям интернета, у нас есть люди, у которых уже на предстарте команда в десятки тысяч людей. Но у этого есть и оборотная сторона. В интернете очень много отвлечений, постоянно появляется что-то новое. Компании часто закрываются. И в результате у сетевиков вырабатывается привычка ни на чем долго не задерживаться, а постоянно переключаться на что-то новое. Ура! Новая компания! Поработала, закрылась. Следующая компания. Поработала, закрылась. Вот что происходит. И часто компании боятся того, что люди разбегутся, принимают поспешные решения, торопятся с запуском. Быстрее включаете оплату. Юридические вопросы потом решим. Стартуем быстрее. Мы отличаемся тем, что стараемся подойти ко всему основательно. Мы регистрируемся в различных контролирующих организациях. Сегодня мы вели переговоры по Европе. Например, есть компания IML, которая, как и мы, продвигает обучение в сфере Форекс. Но уже есть некоторые обвинения против этой компании в разных странах, потому что нет правильной коммуникации со стороны компании с контролирующими органами. Мы стараемся избежать этого, уже на старте правильно выстраивая отношения с властями. Недавно один лидер в нашей компании опубликовал видео, в котором заявил, что это не работает, я двигаюсь дальше. По сути, он сделал такой вывод на основе результатов одной недели. И я это видел миллион раз, когда люди начинают что-то, не получают быстро ожидаемого и двигаются дальше. И вы часто будете наблюдать, что люди принимают поспешные решения. У многих уже выработалась такая привычка. Вы должны понять, что в долгосрочной стабильной компании вы можете зарабатывать большие деньги, даже огромные деньги. Но некоторым нужно изменить свой подход, убрать менталитет, быстро срубить бабла. Руководство компании планомерно решает стоящие перед нами задачи. И мы настроены двигаться, несмотря ни на что. Скажу вам откровенно, еще ни одна MLM-компания в мире, работающая в сфере Форекса, не проделывала такую подготовку, какую проделываем мы. По сути, мы подняли планку очень высоко. Мы консультируемся с тремя юридическими фирмами, которые помогают нам все делать правильно. А некоторые из наших консультантов являются бывшими сотрудниками CFTC, контролирующей организации в США. То есть они знают ситуацию изнутри. Что вы хотите делать через 6 месяцев? Продвигать какую-то очередную супер-пупер-компанию? Снова начинать с нуля и искать новых людей? В прошлый четверг мы получили одобрение от двух платежных систем. Например, система Uphold одобрила платежи на 10 миллионов долларов. Были компании, которые в прошлом выпускали программное обеспечение, но из-за того, что они не соблюдали некоторые правила регуляторов, на них накладывались штрафы в сотни тысяч долларов. И в результате они вообще уходили с рынка. Мы хотим делать все правильно, чтобы у регуляторов к нам не было претензий. И тогда мы сможем выводить на рынок очень качественные продукты. И уже есть компании, которые, глядя на то, что мы делаем, на наш основательный подход, захотели с нами сотрудничать. То есть мы уже видим отдачу от нашего правильного подхода. У нас в системе зарегистрировано почти 100 тысяч человек. Я предлагаю вам стать визионерами. Визионер – это тот, кто умеет смотреть в будущее и видеть перспективу. Но визионер – это не просто сторонний наблюдатель, который делает прогноз, и когда прогноз сбывается, говорит. Вот видите, я же говорил. Визионер предпринимает шаги к тому, чтобы высказанная им идея или прогноз были реализованы. Визионер готов пойти на определенный риск, так как знает, что кто не рискует, тот не пьет шампанское. Визионер думает, говорит и действует так, чтобы реализовать то, что он задумал. С нашим бесплатным тестовым предложением строить бизнес намного проще. Когда у вас есть платное предложение, вы пригласите 5 человек. А когда есть бесплатное, вы можете легко пригласить 50. И по сути вы создаете команду, не вкладывая денег. И из этих 50 потом созреют и проплатятся намного больше, чем 5. У нас уже есть лидеры со структурами в 20 тысяч, в 50 тысяч человек. А мы еще только на предстарте. А представьте, как начнут расти команды, когда люди начнут оплачивать программное обеспечение и зарабатывать первые деньги. А ведь мы еще только в начале пути. Представляете, что может произойти через несколько лет работы компаний? Я считаю, что сейчас вы в правильном месте в правильное время. У меня в жизни были взлеты и падения. Я падал много раз. Но знаете что? Я никогда не жалел о том, что я падал. Потому что падения сделали меня сильнее. И я научился подниматься и идти дальше. Я предпочитаю попробовать и упасть. Чем из страха упасть, даже не попытаться. Я не хочу упускать такую классную возможность, какая есть у нас сейчас. Напоминаю, что в связи с предстартом компания объявила акцию и программное обеспечение для автоматизированной работы на Форексе, которое стоит 247 долларов, сейчас можно получить абсолютно бесплатно. До конца тестового периода остается еще 28 дней. То есть вы можете пройти бесплатную регистрацию, установить программное обеспечение и начать его тестировать, по сути, не вкладывая денег. Если вам программное обеспечение понравится, то в будущем вы сможете его приобрести. Ну, а если не понравится, то, по сути, раз вы за него ничего не платили, то и риск, можно сказать, нулевой. Более подробную информацию о данном Форекс-роботе или автоматическом советнике вы можете узнать по ссылке под этим видео. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Шариков. Всего доброго! Глобал Стар Клаб. Возможности безграничны. Субтитры создавал DimaTorzok